Современные, комфортные и с хорошим ремонтом. Еще два дома по программе реновации подготовили к заселению, в этот раз в Южном Бутове. Уже завтра жильцы сразу нескольких старых трехэтажек смогут увидеть свои новые квадратные метры. Вместо тесных квартир с маленькими кухнями, просторные, светлые комнаты, удобная планировка, да и внешние дома выглядят гораздо привлекательнее. Какое жилье получат новоселы, увидела Дарья Дружина. Ждем переезда, начали собирать вещи. Переезд не за горами. Уже завтра Любовь Павлова, как и остальные жители этих домов, по улице Красно-Лиманской будут смотреть свои будущие квартиры. Жители получают большие кухни, большие санузлы, большая площадь коридоров. Стандарты, там улучшенные отделки, программы реновации, обои под покраску, ламинат высококачественный, современные окна, стеклопакеты. И сам дом энергоэффективный, отвечает всем действующим нормативам. И жители, конечно, рады переехать. Отделка комфорт-класса, светлый ламинат, туалеты, ванны облицованы белоснежной плиткой. Этот дом на Изюмской улице уже 11-й в Москве, заселяемый по программе реновации. Самый первый в нем уже живут, находится в Северном Измайлове, на Пятой Парковой. Туда несколько месяцев назад и переехала Татьяна Сухарева. Здесь все родное, все свое. И главное, что хорошо, поселились буквально в том же микрорайончике, то есть у нас остались те же магазины, близость к метро. На свой бывший дом она смотрит теперь свысока из новостройки. Десятый этаж вместо третьего. Да и любимое место хозяйки в квартире – кухня. Теперь стало в два раза больше. Син сидит и говорит, что-то не хватает. Вот здесь угол пустой. Вот здесь. Я говорю, ну давай захламляй. И даже несмотря на то, что в эту хрущевку на улице Федина, Татьяна переехала еще ребенком, когда ей было всего пять лет, говорит, ностальгии нет. Это прихожая, вот видите, какая маленькая. Если учесть, что здесь стояла еще прихожая, мебель, то здесь вот так вот бочком-бочком. Новые дома яркие, с балконами и лоджиями. А двор – настоящий сквер с детскими площадками, аллеями, лавочками и клумбами. Квартиры полностью готовы к переезду. Ничего доделывать не придется. При этом у будущих хозяев есть простор для фантазии. Белые обои не случайны. Их можно перекрасить по собственному желанию. Почти полтора года прошло с тех пор, как Владимир Путин поддержал идею московского мэра о реновации ветхого жилого фонда. И вот во время прямолинии с президентом Сергей Собянин подвел промежуточные итоги. В настоящее время подобраны и начато проектирование и строительство на 250 так называемых стартовых площадок, которые, собственно, и дадут толчок к дальнейшей волне переселению. В этом году уже будет переселено около 10 тысяч москвичей, им будет предоставлено комфортное жилье. Президент выразил уверенность, что реализация программы продолжится теми же темпами. У людей есть возможность увеличить жилплощадь. Программа позволяет докупить квадратные метры с 10-процентной скидкой. И все это можно сделать без лишних усилий. Поддержка, которая оказывается органами исполнительной власти, помогает собрать необходимые документы для того, чтобы максимально быстро и комфортно жителям переехать в новые дома. Процедура достаточно понятная, она стандартная, сотрудники работают очень квалифицированные. Всего расселить планируется около 350 тысяч квартир, а это значит, что новое жилье получат более миллиона москвичей. Дарья Дружна, Алексей Шишкин, Михаил Исимаков и Юлия Ходорова. Первый канал.